В 2022 году министерствам были запланированы расходы в размере 600 миллионов тенге на субсидирование ставок вознаграждения по выдаваемым кредитам и совершаемым лизинговым сделкам, которые подлежат страхованию со стороны Национального института развития ООК «Казахэкспорт». Согласно отчету правительства, ни один экспортер запланированную поддержку не получил, а средства остались неосвоимыми. Получается, по вине вашего министерства, бизнес остался без господдержки, что, вероятно, привело к потерям рынков. При этом указана всего одна причина неосвоения – это отсутствие правил по субсидированию ставки вознаграждения. В связи с этим у меня следующий вопрос к вам, Сергей Макашевич. Разве не ваше министерство должно было эти правила разработать? Почему это не было сделано своевременно? И почему подведомственный институт не приступил к работе в 2022 году? На самом деле, в конце 2021 года были приняты законы о промышленной политике, в котором были предусмотрены такой механизм, что импортеры, которые покупают казахстанскую продукцию высокого передела, имеют право на субсидирование ставки вознаграждения, выдаваемые казахстанскими финансовыми организациями. При этом субсидирование ставки вознаграждения должен был проводить финансовый агент, который одновременно занимается страхованием экспортных рисков. То есть на тот момент это акционерное общество, национальная страховая компания «Казахэкспорт». Но в процессе работы агентство по регулированию финансового рынка было отказано в назначении «Казахэкспорт» единым оператором, поскольку на тот момент он, согласно закону о страховании и согласно пруденциальным нормативам, не имел права заниматься иными видами деятельности, кроме страхования. Поэтому министерствам было предложено пока использовать потенциал фонда развития предпринимательства ДОМУ для проведения субсидирования ставки вознаграждений. ДОМУ согласился. При этом необходимо было внести изменения в правила приоритетных видов деятельности для продукции высокого передела, которые ведет МИР. МИР, соответственно, в эти правила вносил изменения определенное время после того, как они были внесены. Была открыта дорога для того, чтобы принять соответствующие правила субсидирования, которые были в конце лета, в начале осени прошлого года приняты. На сегодняшний день они есть. Но, однако, потенциально решить этот вопрос окончательно может только принятие законопроекта, который сейчас находится в парламенте, об экспортно-страховом агентстве. Я слышал, что на конец июня первое чтение. Мы надеемся в этом году этот законопроект уже в полном виде получить. Но самая главная причина, конечно, не в том, что какие-то правила не были приняты. Самая главная причина в том, что было неправильное планирование и прогнозирование. А в основе этого инструмента лежат контракты, реальные контракты. Это в данном случае они были связаны с локомотив Храстурузавода, который выпускает у нас локомотивы. У нас достаточно хорошая потребность по ним была. 7 локомотивов собирался купить Азербайджан, 4 локомотива собирался купить Таджикистан, 2 локомотива Киргизстан. Однако партнеры не договорились о цене. Они просят скидки по этим локомотивам. Кроме того, есть работа, связанная с ремонтом киргизских вертолетов на 405-м заводе вертолетно-ремонтом. Поэтому основная причина неосвоения просто в том, что соответствующих партнеров, которые бы работали с казахстанскими предприятиями, на тот момент не было. На сегодняшний день этот вопрос прорабатывается, сумма несколько уменьшена в бюджете текущего года. Мы надеемся, что мы ее освоим. Продолжение следует...